Любовь к врачебному искусству. Это и есть любовь к человечеству. Гиппократ. Хирург – это не с 8 до 16, а хирург – это круглосуточно и пожизненно. Он родился в семье военнослужащих. Папа, мама, дедушка, бабушка – все при воинском звании. И, казалось бы, продолжить этот путь нужно и ему. Но нет. Мама захотела другого профессионального пути для сына и посоветовала ему идти в медицину. Конечно, в 16, 15, в 17 лет еще, конечно, никакого осознанного выбора не было. Да, у меня мама хотела, чтобы я был врачом. Владимир Можжегоров – коренной люберчанин. Здесь родился, окончил Люберецкий лицей номер 4. В школьное время помимо уроков активно занимался спортом. Был в составе сборных по плаванию и баскетболу. Но к старшим классам спорт ушел в сторону. Владимир решил прислушаться к совету мамы. И уже после 9 класса начал серьезно заниматься биологией и химией. Готовился усердно, что и помогло поступить в медицинский институт с первого раза. Я понял, что медицина – это мое, и хирургия – это мое. Еще во время учебы в мединституте он попал в хирургическое отделение Люберецкой областной больницы на практику. Позже работал там медбратом и с тех пор ни разу не менял место. После окончания института проходил в этом же отделении интернатуру. А когда получил диплом, остался работать врачом-хирургом. Ну, вы знаете, все все-таки мои яркие студенческие воспоминания связаны с нашим отделением, потому что я здесь, можно сказать, что жил. Большую роль в его профессиональном становлении сыграл наставник и старший товарищ Андрей Варакин – врач-хирург отделения с 40-летним стажем. Мне именно повезло, потому что я пришел на первое бесплатное дежурство. Ко мне сразу подошел мой будущий учитель, мой предыдущий заведующий. Мне все показали, взяли на контроль, учили, все рассказывали. Все как было запланировано, да, правосторонняя паховая прямая грыжа. Слева нету? Нет, слева крыши нету. Слева нету. Ну, все хорошо, тогда делаем по плану. В течение дня несколько планерок осмотра пациентов, прием новых, плановые и экстренные операции различной сложности. От аппендицита до онкологических операций, ранений аорды или нижней полой вены. Все это для кого-то сложно, а для кого-то, как для врача-хирурга, это рутина, но ответственно. Это бессонные ночи, это плановые и экстренные операции, это осмотры, обходы, вязки, принятие решения. Это очень ответственно и сложно. Хорошо, сейчас операция закончится и пойдем на общий обход. Но самой сложной за весь его стаж стала операция 20-летней давности. Новый год, дежурство и экстренная операция на аппендицит. Когда ты делаешь любую операцию в молодости, а за стеной сидят 5 хирургов, то ты оперируешь спокойно, ты знаешь, что тебе всегда приведут, помогут, подскажут. А вот когда я был в тот раз в Новый год один, я в первый раз осознал какая-то ответственность. Все хирурги отделения – опытные врачи с большим стажем. Кто-то работает в отделении и 15, и 20, и 30, и даже 40 лет. И это не просто коллеги, а уже одна большая команда профессионалов. Начинать работал я в хирургическом отделении с 2013 года. И практически сразу под руководством Владимира Валентиновича Можегорова. На протяжении всех 10 лет он непосредственно не то что помогал, он и учил, и наставлял, и все навыки полученные мною здесь были непосредственно сгенерированы. И не только коллективом, но и лично непосредственно им. И первые операции делал непосредственно под его руководством. И все мои дальнейшие становления тоже были непосредственно под его руководством, как более опытного товарища. Самое сложное в работе – это отсутствие коллектива. А у меня он есть. У нас есть. Я не знаю, повезло ли ему с коллективом, но он у нас очень внимательный, никогда не отрешается от каких-то проблем. Всегда готов помочь, всегда готов наставить. Нам уж точно повезло. За год через отделение проходит около 3000 пациентов. Если кому-то из них требуется хирургическое вмешательство, то 90% операции проводят с помощью лапароскопии. Это, во-первых, лучше для пациента. Во-первых, это ранняя реабилитация. И мы можем после операции выписывать, то есть при благоприятном течении послеоперационного периода, на третий-четвертый день, чтобы человек уже возвращался от него в обычную социально-бытовую жизнь. Ирина Савостина – одна из пациентов отделения. Сложная операция по удалению желчного пузыря. Уже позади. Мне очень понравилось то, что они сразу и анализы, и всякие УЗИ, все-все-все сделали. Коллектив очень хороший, очень внимательный. Два раза в день. Утро, вечер проверял. Все назначения, все выполняли, все. Подняли буквально за несколько дней. Я теперь рада вообще, что боли пропали. Это были очень сильные боли. Индивидуальный подход и внимание к каждому пациенту. Нерушимые правила отделения. Просто принять, прооперировать, выписать – не про них. Я вам так скажу, что чем хирург опытнее, тем он сильнее все это переживает. Главное профессиональное качество – это человеколюбие, отзывчивость. Подход индивидуальный к каждому больному. Каждый пациент, каждый человек не остается без внимания. То есть в любой ситуации, сложной, легкой, какая бы она ни была, доведет до конца, разберется. И как мы на нашем, говорится, сленге поставят точки на «ты». То есть все будет решено с больным для его выздоровления, для его дальнейшего благополучия и жизнедеятельности. Хирургия, как и любое другое направление в медицине, сегодня шагнула далеко вперед. Поддерживают этот прорыв и сами врачи. На постоянной основе они проходят не только обязательные обучения, но и дополнительные. Мы, конечно, все-таки стараемся именно учиться там и на то, что нам именно в работе нужно. То есть это все новые технологии, лапароскопия, эндоскопия, сетки, не сетки, манипуляция. Все это, конечно, с этим годом улучшается и меняется. За все время работы Владимир Можжегоров провел более 8,5 тысяч операций. Если какие-то тогда будут изменения, я вам выложу. А так, да, в отделение сейчас сделаю обход. На завтра поступило 5 плановых операций. Сегодня 2 плановые. И под наблюдением активно смотрим, лечим острую спаечную кишечную непроходимость. Я даже могу у него и поучиться уже чему-то, да, где-то в каких-то областях он уже, как бы, наш ведущий хирург. Он постоянно у нас на работе относится профессионально, все качественно, конечно. Пока не болит. Пока не болит. Значит, у вас какая задача? Пока ничего не есть, не пить, да? Сейчас еще будет обход, определимся с дальнейшей тактикой. Хорошо? Тогда пока не кушать и ждать анализов. В 44-й палате справа поступила девушка вечером с халидохолитиатом, с желтухой механической. Предварительно я дал все назначения. Сейчас доктора выйдут из операционной, мы пойдем на общий обход. Какие еще вопросы? Нет работки. Все устраняются, нет работки. Возникают проблемы, наверное, в доме. Все хорошо. Возникает в рабочем порядке. Каждый день врач-хирург осуществляет самые сокровенные мечты других людей. Чтобы стало легче, не болело, чтобы близкому стало получше. Он не просто работает, а выполняет самое гуманное на свете дело. Помогает людям. А некоторых даже спасает. Считает уже совершенно обычным явлением. А при этом мечтает о таких обычных и всем нам понятных вещах. Врач-хирург мечтает о Клупича. Это лечь поспать после новогодней смены. И врач-хирург мечтает, чтобы все его пациенты были живы. Играет музыка.